Радио Мейдан Подобные письма я, как главный редактор радио Мейдан с 2005 по самый конец 2013 года, получала регулярно. Первые годы письма в конвертах приходили часто. Очень жалею, что не сохранила их. Редакция пережила несколько переездов, многое было утеряно. Но одно такое письмо уцелело. И сегодня мы хотим рассказать вам историю становления первой крымско-татарской ФМ-радиостанции Мейдан, которая в 2020 году отметила свое 15-летие. Вы слушаете подкаст Мектуплер, письма, которые мы читаем вместе с вами. Невыдуманные истории, реальные люди, настоящие эмоции. Наш подкаст выходит каждую неделю. Слушать его можно на платформах Apple Podcast и Google Podcast, а также в YouTube, на каналах наших друзей и партнеров. Письма Мектуплер Так получается, что это опять отчасти моя личная история. В общей сложности на радио Мейдан я работала 9 лет, была главным редактором с момента открытия. И у меня есть, что вам рассказать по этому поводу. Но сейчас я хочу подключить к нашему подкасту Шевкета Меметова. Шевкет Бей хорошо известен в крымско-татарском сообществе как тележурналист и медиаруководитель. В 2005 году он стал одним из соучредителей радио Мейдан. Слушаем. Для открытия телевизионного или радиоканала, где уже все частоты вроде бы были распределены, и у каждой частоты были свои хозяева. И вот как бы войти в этот дом, который называется информационное пространство, крымским татарам с крымско-татарским медием было не очень-то легко и просто. Хочу сказать, что хотя были наши депутаты в Верховной Раде, хотя и были на самом высоком уровне наши лидеры национальные, но тем не менее вот этот формат, который был связан с согласованием в Национальной Раде получения лицензий, он был очень сложным. Очень сложным. Не как по процедуре, сколько по политическим мотивам. Это я потом начал понимать. Почему? Потому что как бы все документы на всех этих этапах были очень правильно оформлены, все сделано правильно, как бы получили очень много положительных ходатайств, получили в то время от руководства Крыма. Но самое главное не это. Главное, что нас все эти годы откладывали, находили какие-то причины, говорили, что нет этой частоты, нет той частоты, нет другого. То есть процесс получения лицензии был настолько усложнен, и теперь я понял, что это было только по политическим мотивам. В то время, когда мы открывали Радио Мейдан, было время Виктора Ющенко. Большие надежды, большие. Но, к большому сожалению, ничего этого в знак оправдания мы не получили. Мы получили лицензию, вещающую 50% на украинском, 25% на русском и 25% на крымско-татарском. Хорошо помню это время. В Киеве только отшумел первый Майдан, а мы готовились к открытию первой национальной ФМ-радиостанции. Не было ничего. Ни помещения, ни оборудования, ни сотрудников. Но тогда эти мелочи никого не смущали. Мы не искали каких-то сверхъестественных условий. В то время у меня были очень добрые отношения с радиотелевизионным передающим центром РТПЦ Дмитриевым Алексеем Михайловичем. Он нам дал возможность у него на территории арендовать маленькое помещение. Вот с этого помещения на студенческой 14, с помещения на втором этаже, мы его почему-то называли голубятником, начало вещать первое крымско-татарское радио, радио Майдан. А ты не помнишь, почему голубятник? Еще и скворечником называли. Потому что визуально это действительно напоминало скорее место для обитания птиц. Высокий второй этаж, маленькое по размеру помещение. Вот оттуда мы и чирикали первые годы, и делали, сейчас я могу без ложной скромности сказать, очень современные, креативные и по-настоящему патриотичные национальные проекты. Диляра Рустемова пришла на радио Майдан студенткой первого курса филфака. И ей сходу поручили готовить к эфиру и вести историческую рубрику. Сотрудников было мало, и все вели по много проектов. Так что времени на обучение особо не было. Новичков сразу бросали в бой. Бұрынджи теклиф етелген лейха, бұ, тарих седасы рубрикасы еді. Оны япмақ үчін, бір-эки дақалғы бір рубрика қысқа, ве мен оны япмақ үчін, Исмайл Гаспринский күтіпханемызды саатлернен отырып, газеталарымызны, тарихымызнынен бағлы китапларыны сайфелеп, малюмат топлайадым, ве шу малюматны сеслендіре еді. Мерахлы бір заман еді. Денглэйджілер тек бұзым достларымыз олмады, олар озарада достлашмаға башладылар. Бұры-біріне қатна еділер, өз қаталасын болғаны болғаны. Айдық қатыстарды мәлімді қаталасыдарғы қаталасында, қаталасында қаталасында. «Атлас Эрж» — это проект «Радио Мейдан». Вот оттуда он начинался. Я сейчас хочу вспомнить просто имена тех людей, которые как бы стояли у истоков этого проекта. Если мы будем говорить о детской составляющей. Это Эльмаси Таджиева, это Ридван Халилов, это Наджиас Амафеми, это Диджей Бебек. Помню свой первый визит на «Радио Мейдан». Немного даже волновался. На входе меня предупредили обязательно снять обувь, так как внутри были ковровые дорожки и работники ходили в тапочках. Это мне показалось необычным, даже как-то по-домашнему и до сих пор осталось в памяти спустя 15 лет. Да-да, так и было. Обувь на входе снимали даже крымские чиновники, приходящие к нам на эфиры. Очень удивлялись и говорили, к вам как в мечеть или как в храм. Ведущая Севиля Картакаева вспоминает, что ее не сразу взяли на радио. В первый раз ей отказали. Но девушка постучалась в эту дверь еще раз. Мейдан радиосының началуыны мен пек яхшы қатырлайым, ченке одаққаларыны о күнні мен сабырсызлық иле бекледім. Илксесіні шуткенде мен ось көзешларымына тұтып оламадым, ченке юрегімде бұйг бір ғурур, қуванч ве эйджан пейдолды, ке мен ось огуме мақсат қойдым. Мейдан радиосында чалышмақ мақсады. Түліні мен о вақтлары пек яхшы ғе сербез бүлмейдім, онын үчін қайдан маңа бұйджесүрлік пейдолды бүлмейдім, ләкін мен келдім Мейдан радиосына. Бұрынджі кері маңа үйогдеділер, лякін мен үмітымнүй жой маеп, әйвге келеп тілінің үгіне башладым, үй бір ға чайдан сон, бір бөчухай кайдан сон, мен дабыр керекелдім. Помимо развития современной музыки и поддержки молодых талантов, была еще одна важная задача – сохранить и оцифровать архивы советских времен. Я сам ездил в Ташкент, привозил из архива узбецкого радио, то, что сохранилось узбецкой фирмы, «Мелодия», где записывались диски, пластинки. То есть очень много то, что там из Узбекистана, в Узбекистане было в архивах узбецкого радио и фирмы «Мелодия», я это сам привез. Были закрытые песни, на которых в паспорте этих песен было написано карандашом, как сегодня помню, «Эфир невозможен», «В эфир не ставить» и «Подпись». А теперь начинаем вспоминать, а что за песни. Песни о Крыме, песни о Черном море. Сигнал радио «Мейдан» не охватывал весь Крым. По лицензии мы не могли увеличивать мощность, и в регионах люди поднимали, насколько можно высоко, свои антенны, чтобы ловить сигнал. Покупали более мощные радиоприемники. Нам даже рассказывали, что в магазинах техники в регионах в больших количествах завозили маленькие китайские приемнички, потому что их очень охотно разбирали крымские татары. Вы слушаете подкаст «Мектюплер. Письма». И сегодня мы читаем письмо слушательнице радио «Мейдан» и вспоминаем историю первой крымско-татарской ФМ-радиостанции. Столько внимания. Такой обратной связи от слушателей, как это было в годы работы «Мейдана», я не видела никогда. Хотя на тот момент уже была довольно опытным радищиком. У нас в студии был стационарный телефон, который звонил не переставая. Кто-то хотел поздравить родных, кто-то критиковал, ругался с нами, кто-то благодарил. Простые люди, метры, интеллигенция. И один из самых трогательных моментов я запомнила так. Приходила я на работу к восьми утра, и однажды возле дверей я увидела пожилую женщину. Она протянула мне сверток, накрытый тканевой салфеткой. Она сказала, «Баллар», то есть дети, «Вы тут целый день голодные сидите? Я вот с утра испекла кубите и принесла вам, пока он горячий». Я плакала. А еще однажды водитель маршрутки узнал меня по голосу и не взял оплату за проезд. Это было очень трогательно. Письмо, которое мы читали в самом начале, прислала слушательница из Узбекистана. Как они могли вас слушать? Мы первыми в Крыму начали онлайн-вещание, и нас могли слушать крымские татары из всех уголков мира, где был интернет. Турция, страны СНГ, Америка, Румыния. Писали, передавали приветы родным в Крыму и даже присылали нам свою музыку. Вы слушаете подкаст «Мектюплер. Письма». И сегодня мы читаем письмо слушательнице радио Мейдан и вспоминаем историю первой крымско-татарской ФМ-радиостанции. Первый фирменный джингл, то есть эфирную одежку для Мейдана, написал талантливый музыкант и аранжировщик диджей Бибек. Джингл получился настолько яркий, что со временем стал основой для музыкального трека, который вошел в альбом Бибека и получил название «Мейдан Хайтармаса». До сих пор его заказывают на свадьбах. Сегодня радио Мейдан продолжает свое вещание из Киева. И хочется верить, что у этой радиостанции еще много-много лет счастливой и успешной эфирной жизни. Всем, кто слушал и любил радио Мейдан в Крыму, отдельные самые теплые приветы и пожелания. Вы слушали подкаст Мектюплер «Письма». Пишите письма, берегите друг друга. До встречи через неделю.